Денис Никитин, координатор Рязанского регионального отделения ЛДПР. Здравствуйте, Денис. Насколько я слышала, ваш офис переехал. Да, все правильно. Недавно было принято такое решение, что мы переезжаем в более просторный новый офис. Соответственно, наш новый адрес будет улица вокзальная, дом 11. Это торговый центр Первомайский, который находится непосредственно за гостиницей Первомайской. Но это в первую очередь обусловлено более удачным местоположением для того, чтобы люди могли, потому что к нам приходят люди пенсионного возраста, в том числе, чтобы им было проще добраться, потому что у нас нет рядом остановок, на ЧПВ-60 не было. Здесь, соответственно, рядом остановка общественного транспорта, что позволяет более просто нас найти, нам прийти. Наш новый телефон будет 777-306. Находимся мы на втором этаже торгового центра Первомайский. Все будет видно, когда подниметесь, повернете налево, и, соответственно, там будет большая вывеска ЛДПР. Денис, я знаю, что Ваша партия, наше Зонско-региональное отделение, проводит очень много каких-то социальных проектов. Если можно, расскажите чуть подробнее, что у Вас в планах. Может быть, какие-то проекты сейчас на согласовании находятся в Думе. Вот об этом. Ну, что хотелось бы сказать. Да, действительно, те социальные проекты, которые мы проводили, это и бесплатная юридическая консультация, и помощь при переезде малоимущим гражданам, в том числе. Мы выделяем машину по городу совершенно бесплатно. Если Вам нужно перевезти что-то в область, Вы платите только за бензин. Соответственно, мы предоставляем автомобиль и водителю для того, чтобы он помог переезду. Это происходит в пятницу, у нас обычно такие дела. Соответственно, чтобы этим воспользоваться, нужно просто заранее позвонить, попросить, записаться, и этот вопрос будет элементарно решен. Что касается бесплатных юридических консультаций, то они проходят теперь по новому адресу. Соответственно, улица Вокзальная, дом 11 в новом офисе с 2 до 18.00, с 14 до 18.00 каждый четверг. Пока в понедельник мы приостановили юридические консультации, но каждый четверг с 14 до 18.00 юридические консультации у нас остаются. Также мы говорили о том, что у нас готовится ряд законопроектов, которые будут вноситься в Рязанскую областную думу депутатами от фракции ЛДПР. Ну вот, в передаче я говорил о том, что наши депутаты готовят внести законопроект о рубеже воинской доблести, соответственно. Дело в том, что у нас и на территории Рязанской области велись активные бои во время Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, вот сейчас есть определенные результаты. Все-таки мы были услышаны. В декабре еще 2014 года мы этот законопроект внесли. И, соответственно, чтобы внести в Рязанскую областную думу рассмотрение, он должен пройти согласование у губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева. Вот совсем недавно Олег Иванович дал поручение разработать и рассмотреть возможность принятия данного закона о Рязанской областной думе. И уже, в принципе, на широком обсуждении, в том числе и в сети интернет, этот закон многие поддерживают, и ветераны довольны, что наконец-то все-таки Рязанская область, как мы знаем, не является городом-героем. Но, тем не менее, у нас шли и ожесточенные бои, в том числе и в Рязанской области, и очень большое количество героев России, героев СССР, которые непосредственно принимали в них участие. Поэтому тут, конечно, данный законопроект, он, на мой взгляд, очень значим. Денис, а вот с Вашей точки зрения на сегодняшний день, что больше всего беспокоит наших граждан, по каким вопросам, может быть, к Вам часто обращаются? На сегодняшний день, на мой взгляд, наиболее острая и значимая проблема – это все-таки проблема водоканала. Да, сейчас ведется широкое обсуждение во всех средствах массовой информации, в том числе и на всех уровнях наших законодательных и исполнительных властей, по поводу концессии, то бишь фактически приватизации муниципального предприятия водоканал. Ну, в этом плане хочу сказать позицию, что ЛДПР кардинально против концессии Рязанского водоканала, потому что, во-первых, нельзя отдавать социально значимые объекты инфраструктуры городской все-таки в частные руки, потому что, начав разбираться в этой теме, наши аналитики ЛДПР уточнили, что у Росводоканала находится учредитель компании Вентера Холдингс, у меня здесь есть выписка, находится по почтовому адресу 3321 Drake Chambers Вентера Холдинг ЛТД, соответственно, зарегистрирована она на британских Лиргинских островах, то бишь в офшорной зоне. И это предприятие, Росводоканал, оно является все-таки частным предприятием, поэтому, на мой взгляд, тут стоит крепко задуматься, к чему мы можем прийти, потому что у нас уже был прецедент. Вот мы передали в аренду в Рязанскую ТЭЦ, и сейчас точно не помню, по-моему, в 2010 году, около полугода из-за того, что не могли решить вопрос с оплатой, у нас население оставалось без горячей воды, причем без горячей воды оставались и те люди, которые платили деньги за, собственно, воду, и не было у них никаких долгов, и те, которые не платили, то бишь это недопустимо, потому что это все-таки очень важное предприятие, и мы неоднократно выступали и на выборы в Государственную Думу в 2011 году, региональное отделение выступало за, кардинально против приватизации муниципальных предприятий, это Водоканал, Горэлектросеть, это в том числе МОПР МПТС, нельзя эти предприятия передавать в частные руки, потому что, ну, в первую очередь, наверное, коммерческие организации, они нацелены на основное, это извлечение прибыли. И никакой социальный фактор для них, ну, значительной роли не сыграет, поэтому все-таки мы должны заботиться о наших гражданах, о наших жителях города Рязани. И недавно у нас прошло заседание Координационного совета, на котором мы поручили нашим депутатам в Рязанской городской думе при обсуждении этого вопроса голосовать против концессии Росводоканалом, нашего Рязанского водоканала. Ну, вот, как я знаю, что несколько городов уже отдали свои водоканалы, но они отдали в аренду Росводоканалу, это, по-моему, Барнаул, Воронеж, Краснодар, Омск, ну, еще ряд городов. И у нас хотят все-таки больше приватизировать его, поэтому я думаю, что это крайне недопустимо. И все-таки в этом плане я надеюсь, что наши депутаты от Рязанской городской думы в том числе услышат и позицию граждан, потому что этот вопрос сейчас волнует очень многих. Позиция у граждан такая, что все-таки давайте оставим. Понятно, что есть проблемы везде. То бишь, вот здесь хотелось бы еще добавить о том, что понятно, что и качество воды у нас не очень хорошее, да, у нас изношены инженерные коммуникации, но надо как-то стараться эти вопросы решать путем, в первую очередь, на мой взгляд, более эффективного менеджмента, возможно, да. Но если не справляются руководители муниципального предприятия «Водоканал» в Рязани, то давайте попробуем, может быть, как-то эту ситуацию поменять, да, там поставить более эффективных менеджеров. Ну, так запросто отдавать его, не разобравшись, что это за фирма, да, какие интересы, кого она представляет, на мой взгляд, просто недопустимо. Действительно, на сегодняшний день и в интернет-изданиях очень обсуждают вопрос вот этой концессии, но на сегодняшний день ситуация-то какова? Это только обсуждается или все-таки уже становится понятным большинство за или против? На данный момент поступила информация, что губернатор отозвал свое поручение, которое давалось депутатам в плане концессии Рязанского водоканала. Я думаю, что это решение, в принципе, правильное, потому что, во-первых, нужно разобраться в вопросе, и, конечно же, огромное количество жителей против. Данного мероприятия. Плюс я хотел бы сказать о том, что партия ЛДПР начала сбор подписей против приватизации муниципального предприятия «Водоканал». А каким образом проходит сбор подписей? Вдруг кто-то из людей захочет присоединиться? Ну, я думаю, что все-таки нас услышат, когда мы соберем достаточно большое количество подписей. Это наши активисты от партии ЛДПР с подписными листами ходят по улицам города, соответственно, и излагают свою позицию. У них есть плакаты, где написано, что ведется сбор подписей, и человек просто оставляет свою фамилию, расписывается и свой адрес, да, чтобы сказать о том, что это не какая-то липа, да, что действительно человек подписался против приватизации данного предприятия, потому что это очень важно. Действительно, мы этот вопрос упускать не будем, и будем прикладывать все возможные силы и ресурсы для того, чтобы не допустить концессии «Водоканал». Ну что ж, я надеюсь, общими силами у вас, у нас все получится. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»